Добрый день, уважаемые трейдеры компании A-Markets. На связи Роман Корниев и моя еженеделя аналитика по дороговой стратегии Scalping Interday на зеркальных уровнях. Давайте посмотрим сделочки, которые я подготовил вам на эту неделю. Кстати, на прошлой неделе все сделки мы отработали в плюс, где цена дошла до сигнала. Поэтому подписывайтесь, ссылочка будет в описании, на мой канал в том числе. И зарабатывайте вместе со мной. Итак, евро-доллар выписывают вот такие вот пируэты. И сейчас я наблюдаю восходящую линию поддержки. Это таймфрейм M15. И здесь у меня для вас два сценария. Первый, это цена дойдет до уровня поддержки. И в районе цены на данный момент 1.07.26 может откорректироваться наверх. Соответственно, здесь можно поставить ордер на покупку. Но другой вариант, это цена пробьет эту линию. Ну, возможно, она добьется, затем пробьет. Если она пробьет мисс, то потом стоит ожидать ее возвращения к цене к линии поддержки. Это будет уже зеркальная линия сопротивления. И в районе цены 1.07.29 может будет ставить ордер на продажу и зарабатывать на падении. Вот такие вот краткосрочные прогнозы по евро-доллару. Британский фунт, швейцарский франк имеет похожую тенденцию. Ожидаю также снижение пробития линии поддержки. И при возвращении будем рассчитывать на отбой от зеркальной линии сопротивления в районе цены 1.20.73. Еврофунт движется к линии сопротивления. Здесь в районе цены 0.85.69. Ожидаю разворот и можно ставить ордера на продажу. Британский фунт, австралийский доллар также имеет линию сопротивления. Хотя достаточно пока что такой выраженный устойчивый нисходящий тренд. Но это таймфрейм М30, то есть не такой уж большой таймфрейм. Поэтому в ближайшее время она может развернуться. И если дойдет до линии сопротивления, то в районе цены 1.77.91 можно будет рассчитывать на продажу. Канадский доллар. Также нисходящее движение имеет, ну доллар ослабляется. Поэтому линия сопротивления, которую мы имеем наверху, если цена вернется, то в районе цены 1.28.68 может быть ставить ордера на продажу. Кстати говоря, на этой неделе у нас нонфарм будет и новости еще по канадскому доллару. Это изменение процентной ставки. Поэтому давайте сейчас посмотрим экономический календарь. Кстати, полный обзор можете посмотреть на моем канале. Ссылка в описании на мой канал. Ну а сейчас давайте посмотрим экономический календарь. Значит, сегодня особо новостей нет. Но вот во вторник у нас первая новость это ВВП по Канаде. То есть Канаду, скажем так, будет шевелить этот рынок на этой неделе. Затем в среду будет ВВП по Австралии. Ожидается снижение ВВП. И в среду же вечером новость по процентной ставке канадского центробанка. Ожидается повышение процентной ставки. Кстати, на позапрошлой неделе мы удачно зарабатывали с вами вместе. Я в телеграм-канале у себя показывал пример, как я заработал на повышение процентной ставки новозеландского банка. Так вот, решение процентной ставки канадского центробанка. Также ожидается повышение на полпроцента. Это нормальное существенное повышение. Поэтому будем ожидать, собственно говоря, и повышение курса канадского доллара. Но имейте в виду, что пара доллар-канадец, соответственно, должна снизиться. Будьте внимательны. В четверг у нас на разогреве, скажем так, число первичных заявок на получение пособий по безработице. В сентябре, 17.30 по США. И в пятницу, но он фарм или изменение числа занятых в несвязкохозяйственном секторе. Будет у нас снижение количества занятых. Но одновременно в это же время выйдет новость по безработице. И по безработице будет снижение безработицы, что как-то не очень коррелируется с изменением числа занятых в несвязкохозяйственном секторе. Поэтому это снижает какую-то определенную направленность. куда будет двигаться валюта вот но это не снижает волатильности волатильность на новом фарме всегда сильные поэтому запасайтесь депозитами пользуйтесь акции кстати у компании марки сейчас акция на пополнение к депозиту 20 процентов вот поэтому пользуйтесь акция и зарабатываете вот такие вот прогнозы у меня на эту неделю желаю всем успешной торговой недели торгуйте с удовольствием всем пока а